Совет Федерации предлагает с нового учебного года ввести в школах еще одну дисциплину – шахматы. Сенаторы надеются таким образом повысить общий уровень образования и даже вырастить гениев олимпийского спорта, в котором, кстати, тоже есть свой допинг – нейростимуляторы. На их использование попались несколько гроссмейстеров. Чтобы такого больше не происходило, в России решили повышать интеллектуальные способности молодежи со школьной скамьи. Причем несколько регионов сделали это на год раньше. В их числе и Кубань. В восьми школах Краснодара уже внедрили уроки шахмат. Подробнее расскажет Дарья Безинская. Пешечка на Е7, она тоже что у нас? Атаковала поля, да? Будущие гроссмейстеры только изучают правила черно-белой стратегии, но уже знают возможности фигур. Всего в 45-й школе шахматную науку изучают почти 90 первоклассников. Раньше в учреждении были только факультативные занятия. Как только вышло постановление о вводе обязательных уроков в 35 кубанских школах, новый предмет появился в учебном расписании. Нововведению обрадовался и Илья Осипов. Любит играть в свободное время. Я беру пример с дедушки. Обычно я играю с ним в шахматы вечером, когда делаю уроки со школы. Сначала делаю уроки, а потом играю с ним. Я хочу заниматься шахматами, уже ездить по странам, чтобы играть с другими людьми. Шахматы в обязательном порядке преподавали уже в 250 московских школах. Педагоги заметили, что успеваемость в подобных классах увеличилась на 40% по всем дисциплинам. И Совет Федерации предложил вести шахматы обязательными для всех школ страны. Уроки по интеллектуальному олимпийскому виду спорта проходят раз в неделю вместо одного академического часа физкультуры во всех 35 школах Кубани, которые числятся в постановлении. При мудрости игры преподают учителя математики или физкультуры, которые знают правила. Кроме того, педагоги сами прошли подготовительные курсы. В 45-й школе с учениками занимается тренер с первым взрослым разрядом. У Виктории Радченко 10-летний опыт преподавания стратегической игры. Работаем с ребятами на доступном для них языке, чтобы было им понятно, чтобы было интересно. Проводим занятия в игровой форме, иногда с элементами сказки, потому что ребята все-таки еще маленькие, начальная школа. Шахматы прочно вошли в жизнь страны еще в 20-х годах прошлого века. По всему Союзу работали клубы и кружки при школах, университетах и заводах. Проводили сеансы одновременной игры, конкурсы решения задач. Люди устраивали черно-белые дуэли даже по переписке. Эксперты отмечают всплеск интереса россиян к ферзям и пешкам. Здесь сыграл роль и тот факт, что впервые за последние 8 лет российский шахматист Сергей Корякин боролся за звание абсолютного чемпиона, но пока завоевал титул короля Блица, то есть быстрых шахмат. На телевидении появились вдохновляющие публику герои. Например, трехлетний Михаил Осипов. Он не побоялся сесть за шахматную доску с Анатолием Карповым. Уступил гроссмейстеру только по времени. Повышенный интерес к игре наблюдается и в Краснодаре. Только в три городские секции за два месяца записались 120 учеников, говорит тренер Павел Никитенко. Колоссальный опыт Советского Союза показал. Научиться играть может каждый желающий, но лучше начинать в шести лет. Поэтому уроки в начальной школе – хороший инструмент для воспитания шахматистов. К тому же сложная игра развивает внимание, память, логическое и стратегическое мышление. Вырабатывают в себе такое важное очень качество – умение принимать решения за шахматной доской, потому что сделал ход, руку убрал, ход считается сделан. И у нас дети, которые занимались шахматами, допустим, Тигран Селищев, он занимался четыре года в нашем клубе, входит в пятерку сильнейших шахматистов нашего города в своей возрастной группе. Однако тренеры отмечают, что не из каждого может выйти грузмейстер. Главное желание – даже предрасположенность под темпераменту. Шахматист должен уметь достойно проигрывать и владеть своими эмоциями. Однако массовое увлечение этим видом спорта поможет воспитать поколение интеллектуалов, способных сделать ход конем.